Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем вам о советской истории. Я – Любовь Можаева. Тема сегодняшнего выпуска – курс на освоение целинных и залежных земель. Целинная эпопея 1950-х годов в нашей стране не первая в своей истории. Инициатором и основным разработчиком освоения целины 50-х годов XX века был Никита Сергеевич Хрущев. В своей реализации эта программа прошла несколько основных вех. Первой вехой стала 9 сентября 1953 года. Накануне закончился сентябрьский пленум ЦК КПСС. И на следующий день после его работы Хрущев собирает партийных и советских руководителей Казахстана и ставит перед ними задачу – освоить огромные массивы целинных и залежных земель. Вторая веха в целинной программе – это 22 января 1954 года. Хрущев подает в президент ЦК записку, которая посвящена целинной программе. В записке прилагались проект постановления об увеличении производства зерна в 1954-1955 годах, записки Министерства сельского хозяйства, заготовок и совхозов и записка академика Лысенко по вопросу об урожайности на целинных землях. Эти записки обосновывали необходимость и средства решения зерновой проблемы в стране. Хрущев подчеркивал, что раньше урожайность зерна в стране оценивалась не по фактической урожайности, а по урожайности на корню, которая не учитывала потери при сборе урожая. Основным фактором, который определял необходимость распашки целинных и залежных земель, Хрущев определял рост населения страны и рост реальной заработной платы, что требовало увеличения хлебопродуктов для снабжения населения страны. В 1953 году ситуация с обеспечением населения хлебопродуктами стала настолько критической, что пришлось даже разбронировать 160 миллионов пудов зерна из государственного резерва. Хрущев сам рассчитал урожайность на этих землях и распланировал порядок освоения целинных и залежных земель и объемы этого освоения. Планировалось, что в 1954-55 году будет освоено 13 миллионов гектар земли, с которых смогут получить 800-900 миллионов пудов зерна. В то же время Хрущев высказывал мнение о том, что можно даже получить на треть больше. Вот этот второй нереальный вариант урожайности, по всей видимости, был подсказан ему академиком Лысенко. Лысенко же, кстати, настаивал на глубокой распашке земли и на полном переворачивании земельного пласта. Надо отметить, что те материалы, на основании которых Хрущев готовил свою записку пути решения зерновой проблемы, они предписывали недопустимость глубокой распашки земель, необходимость предотвращать истощение, выветривание, коррозию этих солончаковых земель, обязательность использования миллиардативных работ, применение агротехнических приемов, таких как пары, многолетние травы. Но эти рекомендации Никита Сергеевич Хрущев в своих материалах не учел. В дальнейшем, в 1956 году, планировалось распахать еще 15 миллионов гектар земли, а затем еще 40 миллионов гектар. Таким образом, метод штурма был заложен уже в самом плане, в самой программе освоения целины. Следующей вехой было 25 января 1953 года. Состоялся президиум ЦК, на котором было принято решение об освоении целиных и залежных земель. А в феврале, 23 февраля 1954 года, состоялся пленум ЦК партии, который принял постановление об освоении целиных и залежных земель в Казахстане и на части территории Сибири. И была сверстана программа освоения целиных и залежных земель. Но уже накануне пленума Никит Сергеевич Хрущев выступил на митинге московских комсомольцев и московской молодежи, которые отправлялись добровольцами на целину. Надо сказать, что продвигая свою программу, Хрущев действовал старым аппаратным способом. Во-первых, он очень активно пропагандировал эту идею на всех совещаниях ЦК партии Совета министров. Кстати, впервые, пожалуй, в истории нашей страны целый абзац был посвящен этой программе в обращении ЦК, Совета министров, Верховного Совета к населению страны в связи с предстоящими выборами Верховный Совет. Именно вот на основе этой пропагандистской кампании пошел поток писем от комсомольцев и молодежи, которые стремились уехать на целину. То есть сама реализация программы, она началась даже до ее официального утверждения на пленуме ЦК партии. Надо сказать, что эту программу неоднократно критиковали и ученые, и практики, в частности, Терентий Мальцев. Именно они указывали на недопустимость глубокой распашки солончаковых земель. Именно они подчеркивали, что в этой ситуации почвы будут истощаться. Но Хрущев долгое время не реагировал на эти замечания. И ситуация именно таким образом и повернулась. Земли стали истощаться. Буквально через год после начала реализации этой программы сложилась такая ситуация. И вот тогда пришлось обратить внимание на рекомендации ученых. И ситуация несколько выровнялась. Целина дала быстрый хлеб стране. Целина за всю историю своего освоения дала 9 миллиардов пудов зерна нашему населению. В то время как колхозы в этот период времени дали 6 миллиардов пудов зерна. Но освоение Целины было сопряжено не только с большими трудностями, но и с большими проблемами. И программа освоения, и реализация этой программы не предусматривали строительство зерна. Запаздывало или игнорировалось вообще строительство зернохранилищ. В частности, известный писатель Целинник Анатолий Стреляный говорил даже о том, что в первый год Целины почти 75% урожая было попросту потеряно. Целина при всей своей результативности все-таки легла достаточно тяжелым бременем на нашу экономику. Она отвлекла на себя более 20% всех финансовых вложений в сельское хозяйство, которое было предпринято в те годы в нашей стране. И кроме того, сама разработка этой программы и реализация ее явилась отступлением от основных определенных пленумом ЦК КПСС в сентябре 1953 года средств развития сельского хозяйства от главного пути интенсификации. Именно февральский пленум 1954 года закрепил путь на экстенсивные методы развития сельского хозяйства, то есть на вовлечение всевооборот новых и новых земель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова